Итак, в Монголии вновь ситуация экономического бумеранга. Выдача наличных денег гражданам может снизить количество желающих взять банковский кредит. Следовательно, можно прогнозировать увеличение банковского процента. А это существенный тормоз для развития внутреннего производства малого и среднего бизнеса. Экономисты отмечают, что чем больше денег у населения, тем больше у него потребностей. А внутренний рынок из-за высоких банковских процентов это обеспечить не сможет. Он обвалится, экономика страны дестабилизируется. Поэтому участники совещания рекомендуют Центробанку снизить процент. Кроме того, участники выразили мнение о том, чтобы производители начали выплачивать долги по кредитам с момента, когда их производство начнет давать прибыль. Бюджет утвержден и, согласно нему, государство будет выдавать своим гражданам по 21 тысячи тугриков. Многие считают, что такой бюджет приведет к росту инфляции. Однако граждане могут получить эти средства двумя путями. Получать деньги каждый месяц или, объединившись в кооперативы, вложить их в одним расчетом в свой бизнес. Как считают специалисты, такой расклад для начинающих предпринимателей выгоднее. Что это значит? С одной стороны, инвестирование потребностей, с другой – инвестирование производства. Граждане могут объединиться для создания новых рабочих мест, для приобретения техники, оборудования, расширения производства и получить эти средства вместе. Мы верим в наших граждан. Деньги станут инвестициями. Осталось только пропагандировать это среди населения, особенно в сельской местности. Удержать инфляцию должен Центробанк. Ему вместе с правительством и парламентом нужно разработать единую, неразросленную финансовую политику. Если Монголия сумеет правильно определить и разработать план-действенную перспективу, то может развиваться без зависимости от иностранных инвестиций. Об этом говорили участники сегодняшнего совещания. Главный вопрос не в самостоятельности Центробанка, а в том, чтобы его политика соответствовала положению в стране в данное конкретное время. Она может меняться не то, чтобы каждый месяц, хоть каждую неделю, в зависимости от ситуации. В стране есть денежные средства. Существует капитал в размере миллиарда 800 миллионов долларов. Эти средства должны быть потрачены на благо и процветание страны. Однако сейчас они находятся в иностранных банках, почти на беспроцентных условиях. А мы у них же просим помощи, как будто у нас нет своих запасов. Это, конечно, неправильно. Судя по всему, в стране возникло понимание, что не деньги приносят работу, а работа, зарабатывая деньги. Поэтому государство должно обеспечить граждан не только финансово, а в первую очередь трудоустройством. Продолжение следует...